Как известно, профессия менеджера стала очень популярной и востребованной. Каждый второй сегодня менеджер чего-нибудь. Если не продашь, то закупок. А каждый четвертый арт-менеджер. Арт-менеджмент становится популярным в нашем регионе. А вот образование качественного для арт-менеджеров так и не появилось. Вот говорят в Лондоне хорошие. Я всегда мечтал написать книгу по арт-менеджменту. Было у меня такое желание. Но, как говорится, роман написать отошел срок, пиши не более 100 строк. Поэтому вместо длинной и занудной книги мы предлагаем вашему вниманию наш экспресс-курс по успешному арт-менеджменту. В успешном арт-менеджменте, как в кулинарии, все дело в ингредиентах. Каковы же основные ингредиенты успешного арт-проекта? Художники и бабки. Все остальное это, как говорится, приправы по вкусу. Начнем с художников. Художники бывают двух сортов. Спелые, зрелые, плоды. Мы их называем почетный самоповтор. И молодые, зеленые побеги, оппортунисты. И тут все дело в балансе. Если в вашем проекте будут только почетные самоповторы, то вкус у него будет приторный и вязкий. Если же будут только оппортунисты и стартаперы, то блюдо, то есть арт-проект, будет на вкус грубоватым и у зрителей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Поэтому рекомендуется на одного самоповтора приглашать трех стартапов. Ну а вообще художники в арт-проекте это как яйца в торте. Да, желтки нужно отделить от белков. То есть нужны нам не столько художники целиком, сколько их щедевры. Но вообще с художниками и щедеврами особых проблем нет. Их в нашем регионе водится достаточно. Проблема с бабками. Этот ингредиент достать в нашем климате не так просто. Бывает, что арт-проект готовится совсем без бабок. Но поверьте мне, чаще всего это несъедобно. Ну, оставим кулинарию. Переходим к самому главному успешному арт-менеджменту. Где же брать бабки? Ответ тут ясен. У доноров и меценатов. Но последние не особенно ты рады расставаться со своими бабками, бабульками, бабулечками. Но для того, чтобы их таки в этом убедить, необходимо знать три ити. Три ити успешного арт-менеджмента. Эти три ити. Визибилити. Флексибилити. И состояние билити. Вначале доноры готовы дать бабки взамен на визибилити. Ну, тут как-то все просто. Мы вам бабки, вы нам пиар, паблисити. Не забудьте проставить логотип и так далее. Но для дальнейшего получения бабок одной визибилити будет уже недостаточно. От вас потребует флексибилити. Сегодня без флексибилити никуда. Нужно быть гибким, а не прямым, как палка догматикам. Нужно и тем, и этим, и с теми, и у тех. Доноры это любят. Обычно вместе с флексибилити хорошо идет дайверсити. Как дополнение. Но уж после того, как вы продемонстрировали свою флексибилити, во всей возможной визибилити, то от вас потребуется самое главное. Состейнебилити. Немногие доживают, должен вам сказать. При частых поворотах во время флексибилити можно и не держаться на ногах. А доноры этого не любят. И постоянно говоря о флексибилити, уточняют вашу состейнебилити. В общем, три ити это, так сказать, три кита, на которых держится успешный арт-менеджмент. Вы учите их наизусть, дорогие мои. И я даже скажу вам больше. Без художников и без их чедевров вполне можно в арт-менеджменте обойтись. А вот без бабок никуда. Так что визибилити, флексибилити и состейнебилити forever. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.